Привет, друзья! На связи снова канал «Знамя же выехали». Вот такие у меня качели. Это очень длинные выпуски, как последний про Акимов. Кстати, респект всем, кто досмотрел до конца. Если не смотрели, гляньте, мне было интересно его собирать. То вот как сегодня выпуск будет небольшой, о курсах поговорим. Несколько дней назад российский рубль снова преодолел психологическую отметку в 100 за 1 доллар. Ну и, как обычно, нам интересно, как на это отреагирует Тенге. И Тенге отреагировал вот сегодня. Довольно долго наша национальная валюта держалась в районе 450 или 455 за доллар. И сегодня торговалась вот в районе 470. Но затем слегка откатилась. Традиционная, важная, пусть и надоевшая пояснялка. Почему нам важно следить за курсом национальной валюты? Потому что от него много что зависит. Как минимум наша с вами покупательская способность. И я даже не столько про айфоны и стоимость турпутевок куда-нибудь в Таиланд. Я про продукты питания, бытовую химию, одежду, запчасти, комплектующие. Да, очень много чего мы закупаем в валюте. Чем она по отношению к Тенге дороже, тем нам хуже. А что случилось с рублем? Почему вдруг сотка, хотя даже скептики не предсказывали такого резкого падения? А Тенге вот по-прежнему настолько сильно зависит от рубля? Или падение нашей национальной валюты связано с какими-то другими факторами? А что будет в ближайшее время? Попросил я вот на эти вопросы ответить экономиста и аналитика Эльдара Шамсудинова. Сегодня шляпы в кадре не будет. С Эльдаром мы разговаривали в телеге. Я местами его ответы или переведу в косвенную речь, или где-то процитирую. В общем, поехали. Ну и да, этот выпуск, вообще любой выпуск на канале за нами уже выехали, ни в коем случае не является каким-то руководством для инвестирования. Это как бы важно. Давайте сначала с рубля и начнем с небольшой хронологии событий. Еще 27 июля 1 доллар в России можно было купить за 90 рублей. И вот 15 августа дошло до 101 рубля за 1 доллар. Это как у нас 500 сенге за 1 доллар является такой психологической что ли отметкой, то и у них вот как только пробилась сотка, то началась, если не паника, то активное бурление в информационном поле. Что сделал Национальный банк РФ? Они провели экстренное собрание, на котором решили поднять ключевую ставку. У нас чаще используется слово «базовая ставка». Так вот, у них она была 8,5%, а стала 12%. От этой базовой ставки главная банка страны зависит, какие будут проценты по кредитам и депозитам. Базовая ставка выше, деньги становятся дороже. Это для таких совсем безграмотных, как я. Почему в воюющей стране, обложенной рекордным количеством санкций, базовая ставка до последнего времени была почти в два раза ниже, чем у нас, где она сейчас 16,75, я вам не смогу объяснить. На базовую ставку влияет очень много факторов. В Турции, например, базовая ставка выше, чем у нас, 17,5. Ну ладно, как бы не об этом сейчас речь. Так вот, ЦБ РФ подняли базовую ставку до 12, но рублю это помогло не сильно. Точнее как, вот падение рубля было остановлено, но отката до 90 и ниже не произошло. А вчера уже состоялось второе экстренное заседание финансовых властей России, теперь уже с участием Путина. Обсуждались более радикальные шаги, обязательные продажи валютной выручки экспортерами, снова ужесточение валютного контроля и так далее. Некоторые из этих шагов были приняты в России в самом начале войны, чтобы погасить шок. И обязательно продажи выручки, например, это когда Газпром продает газ за доллар, и он обязан потом доллар конвертировать в рубли, что для рубля хорошо, но для Газпрому не очень хорошо. Собственно, пока сверхрадикальных шагов в России не принято. Вроде как с экспортерами договорились в добровольном порядке, мол, 80% от своей валютной выручки они будут переводить в рубли. Ну а что, собственно, случилось? То есть, чего вдруг пошел рост, точнее падение рубля, и почему приходится принимать какие-то шаги властям нашего неспокойного соседа? На самом деле, если посмотреть динамику курса рубля к доллару не за последний месяц, а за последний год, то видно, что в целом падение рубля, оно не такое уж резкое, оно стабильное. Еще 1 октября прошлого года было 55 рублей за доллар, и вот относительно постепенно дошли до сотки. Почти двукратное падение национальной валюты по отношению к американской меньше чем за год, то даже казахстанские власти таким темпом ранее похвастать не могли, вроде как. Но да, в последние несколько недель падение ускорилось. С чем это вдруг связано? Вот как мне это объяснил Эльдар Шамсудинов. Ссылку на его телегу вы, как обычно, найдете в описании под этим выпуском. Так вот, Россия под санкциями, экономика работает не так, как работала раньше. У нее есть серьезные ограничения. Да, они были наложены ранее, но сейчас они начинают срабатывать. Это сказывается на падении доходов и на сужении импортного канала. Даже если ты обходишь ограничения, серый, параллельный импорт, то у тебя все равно растут из-за этого расходы операционные. Импорт обходится дороже, объем падает, падает и качество. Плюс падает технологичность внутреннего производства. Это все предсказывалось, но вот теперь это начинает реализовываться. Это долгосрочный процесс, который включается не за один день. По каким-то процессам на это может уйти десятилетие. Иран как пример в этом плане. А еще рублю помог в кавычках бунт или мятеж, или я не знаю, как это называть. Конец цитаты. Эльдар тут имеет в виду военный то ли мятеж, то ли попытка государственного переворота, то ли пиар-акцию от Евгения Пригожина и его ЧВК Вагнер. Когда одна частная компания, как нож в масло, входит вглубь страны и останавливается только перед Москвой, это наталкивает на определенные мысли. Снова началось, ну или продолжилось, или ускорилось бегство капитала из России. Большие деньги любят тишину, стабильность и какую-то предсказуемость. Отсюда и пошли разговоры о том, что в России планируют снова ужесточить эти потолки вывоза валюты, но пока на этот шаг не пошли. Ладно, это понятно, а что у нас-то? Вот почему тенге сегодня стал дешеветь? Мы же вроде как отвязались от рубля. Наши валюты долгое время были спаренными, то есть валюты одинаково реагировали на ситуацию с ценами на экспортные товары. Например, довольно давно мы распарены, но, как мне объяснил Эльдар, мы и привязаны, и не привязаны одновременно. Формально, да, у нас нет сейчас жесткой фиксированной привязки спаренности. Это раньше, когда у нас курс назначался нацбанком, была жесткая привязка 1 к 5, но сейчас же курс вроде как плавающий, и тем более меняется структура и нашей, и российской экономики. Ну то есть и мы, и Россия продаем и нефть, и зерно, например. Но у России свои проблемы с транспортировкой нефти, из-за санкций меняются рынки сбыта, нужно продавать нефть со скидкой и так далее. А у нас свои проблемы, это постоянные поломки КТК, и вот были инциденты с беспилотниками Украины. 4 августа, например, такой беспилотник атаковал военно-морскую базу в Новороссийске и вывел из строя российский военный корабль, а тот находился в нескольких километрах от погрузочных боев КТК, экспортирующих, в свою очередь, казахстанскую нефть. То есть нам сейчас важно не только то, что нефть относительно дорогая, но и то, сколько это самое нефти мы с вами сможем продать. Мы с вами, да? Но с этим есть трудности. То есть теории не должно быть такого, чтобы наши финансовые власти, а потом и обменники, как по команде, меняли стоимость тенге по отношению к доллару, чтобы с рублем сохранялся тот самый паритет 1 к 5. Все-таки разные факторы влияют на курс рубля и тенге. Но при этом нельзя забывать про фактор памяти. Население и наши финансовые власти все равно оглядываются на курс рубля по отношению к доллару и реагируют на него, держа в голове те самые 1 к 5. Спекулянты на этом пытаются заработать, а Национальный банк много не просрать. Ну и про теснейшие экономические связи между Казахстаном и Россией нельзя забывать. И серьезного прям перекоса, что было 1 к 3 наши финансовые власти не могут допустить по ряду причин во избежание арбитража и вывоза капитала из страны, например. Что я имею в виду под вывозом капитала? Ну помню ту историю, когда пусть ненадолго, но рубль резко подешевел по отношению к тенге. Что начали делать наши люди? Ну правильно, менять тенге на доллары, ехать в Россию, менять доллары на рубли, покупать технику, машины и так далее. Я задал Эльдару максимальный дилетантский вопрос. А что плохого-то, когда казахстанцы едут и скупают в России все, что там становится дешевле, чем у нас? Эльдар мне ответил, что для экономики это глобально плохо тем, что в Казахстане вдруг возникает резкий спрос на эти самые доллары, и нацбанку приходится продавать свою валюту, сжигая резервы. То есть еще раз, если резюмироваться, прям прямой привязки тенге к рублю нет. Но как я, по крайней мере, это понимаю, мы продолжаем прям сильно зависеть от курса нашего крупнейшего торгово-экономического партнера, с которым мы находимся в ЕС. Поэтому, конечно, колебания рубля по нам бьют сильно. Сейчас как бы это наша с вами данность. При этом, как мне еще отдельно ответил Эльдар, сказать, что ЦБРФ подняли базовую ставку для снижения курса доллара, это не совсем верно. Они в том числе, а может быть в первую очередь, сделали для того, чтобы нормализовать свой бюджет. Подняв базовую ставку, подорожали облигации федерального займа, и что прям далеко в подробности не уходить, правительство выпускает эти ОФЗ. Их можно покупать. Чем выше базовая ставка, тем они привлекательнее. Как ценные бумаги, что ли, ну это уже такая от меня пояснялка. И вот ОФЗ стали дороже, и бюджет этот счет должен пополниться рублями, чтобы подзакрыть дефицит. А вообще резкие всплески, резкое удешевление рубля, плохо еще и политически. Курс национальной валюты, что в России, что у нас в головах, это как индикатор состояния экономики. Если курс стабильный и крепкий, значит с экономикой все в порядке. Если слабый, значит все охреново. На фоне войны и будущих президентских выборов, хе-хе, резких падений им не надо. Но вот с другой стороны, в России дефицит бюджета, его тоже нужно закрывать. Что касается нашей истории и внутренних факторов по тенге, то наш эксперт в разговоре со мной отмечал, что он нас ждал относительно крепкий, ну по крайней мере стабильный тенге до осени. Сейчас же вот этот вот коридор в 460 тенге, он считает комфортным для бюджета страны до конца года. Правда, есть огромное количество факторов, которые могут вносить свои коррективы, как вы уже поняли из этого выпуска. Важно будет в том числе смотреть за тем, как Россия будет справляться с исполнением своих бюджетных обязательств. Сейчас, как отмечала Наталья Васильевна Зубаревич, это авторитетный российский экономикогеограф, российские власти сдвигают свои расходы бюджета вправо. Что это значит? Они переносят нужные, но не сверхсрочные социальные или инфраструктурные проекты на будущее. Не отказываются от них, но переносят подальше. И тут Эльдар, когда я показал ему черновик этого выпуска, дословно мне сказал следующее. Цитата. Дим, ты упускаешь этот важный бюджетный момент, а это очень важный фактор. Это значит, что у них проблемы с доходами бюджета, расходы все-таки больше. Несмотря на ту статистику, которую мы видим, эта статистика идет благодаря оборонке, которая не имеет такого хорошего эффекта в инклюзивности для населения. Другими словами, несмотря на формальную статистику, население нищает. Этот факт важно держать в голове. Бюджет имеет превалирующее значение для курса. Это не значит, что они могут девальнуть просто рубль и исполнить все обязательства бюджета. Это тупая логика. Так это не работает. Ты можешь, конечно, раздать обесцененные рубли учителям и врачам, но смысл? Их покупательская способность упадет. Конец цитаты. То есть, когда говорят, что можно просто уронить стоимость национальной валюты по отношению к доллару, чтобы раздать дешевые, в нашем случае, деньги бюджетникам, то нет, глобально правительство это не спасает. Разгоняется инфляция, товары дорожают, люди на руках имеют больше денег, но покупать могут меньше. Поэтому, да, нам важно, по крайней мере, следить за тем, как российские финансовые власти со своим пиздецом справляются. Так вот, у нас, кстати, тоже, если правительство не придумает какую-нибудь новую льготную жилищную программу или какой-нибудь другой сфердорогой бюджетный проект, то коридор в 460 будет комфортным. Они вроде как и закладывали примерно такой курс перед примерно такой стоимостью нефти. А если придумают, и если, не дай бог, придется экстренно много денег из бюджета тратить на какие-нибудь, не дай бог, в режиме ЧП ремонтные работы, то будет некомфортным, и да, тенге пойдет тонуть. Но еще раз, это уже совсем от себя, повторюсь, вот кажется, что предсказывать, каким будет курс тенге в короткой перспективе, и в нормальное то время было совсем без перспективной задачи, то сейчас это совсем гадание на кофейной гуще. Шутка про то, что на тенге влияет вообще все, вплоть до урожайности бананов в Аргентине, она совсем не шутка. Но попытаться понять, что происходит прямо сейчас, и как-то ориентироваться в этих экономических и финансовых мирах, на мой взгляд, штука не бесполезная. Поэтому подписывайтесь, скоро вернусь. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok